В этом году сразу несколько населённых пунктов области ждёт преображение. Проекты благоустройства обсудили в правительстве. Архитекторы представили свои работы по обновлению территорий и концепции их развития. В этом году на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды подадут пять заявок. Это уникальный шанс на самом деле для таких малочисленных населённых пунктов показать себя, подсветить свою уникальность, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, повысить туристический потенциал. Тем временем пять проектов победителей прошлого года уже воплощают в жизнь. В Барыше обустраивают набережные пруда Макай, в Корсуне реконструируют центральную площадь и сквер, в Димитровграде площадь Советов, а в Новоульяновский парк Яблоневый сад – место встреч. В историческом центре посёлка Сурское воплотят в жизнь концепцию «Промзинское кольцо». Нам по всем, где мы сейчас благоустаиваем и надеемся, что туристический поток, нам надо какие-то там искать изюминки, и которые во всех средствах массовой информации постоянно пиарить. Такая изюминка есть в рабочем посёлке Старая Майна. По проекту планируется преобразить улицу Советскую, обустроить пешеходные тротуары, зоны отдыха и велодорожки. На этой улице также находится Богоявленский храм, в котором находятся иконы Божией Матери. В этот храм приезжают люди как из Ульяновской области, так и из других регионов. Ну и сами старые майницы, конечно, этим пользуются. Кроме того, на вот этой улице Советской расположено множество объектов культурного наследия, о каждом из которых можно стоять и часами рассказывать. Кроме Старой Майны в конкурсе в этом году примут участие ещё четыре населённых пункта. Свои концепции развития предложили города Сингелей и Инзы, рабочие посёлки Теренга и Языково. Кирилл Савочин, Герман Баранов, Управда ТВ.